В редакцию нашего телеканала обратился житель дома номер 16 по улице 15 лет октября в Твери. В его квартире протекает крыша, а управляющая компания не реагирует на обращение и бездействует. В вопросе разбирался наш корреспондент. На потолке разводы в некоторых местах от стен начинают отходить обои. В первом подъезде многоквартирного дома номер 16 по улице 15 лет октября течет кровля. Жильцы квартиры в постоянном напряжении. Когда тает снег или идет дождь, в квартире может начаться потоп. Обратите внимание на потолок. Здесь же проходят электрические провода. Что может собой произвести большим неприятностям. Я думаю, что это требует решения мгновенно. Начинается период дождей, осень. И что мы теперь будем делать? Все лето у нас прошло, и никто ничего там не сделал. Как говорит Михаил Павлов, из-за ливня в августе ему пришлось ставить тазики в квартире, чтобы вода не протекла к соседям на четвертый этаж. А в феврале мужчина сам чистил крышу домом, чтобы тающий снег не попал в его квартиру. У меня было обращение, что перед 23 февраля была оттепель. И у меня тоже с потолка потекла вода. Я как бы обратился в управляющую компанию. Но никаких не последовало действий. Я взял лопату, полез и стал чистить свою крышу. Как рассказывает Михаил, этой проблеме уже несколько лет. Поначалу управляющая компания делала необходимый ремонт, чтобы устранить протечку. Однако в последнее время решать вопрос никто не спешит. Последнее обращение было сделано 2009-2008-2022 года. И что ответили на ваш обращение? Ничего не ответили. Не лучше ситуации в подъезде последнего этажа. Вода протекает в разных местах. В управляющей компании мастеровой, которая обслуживает дом, о протекающей крыше знают. В июле месяце нами проводился точечный ремонт кровли этого дома. Порядка 200 квадратных метров мягкой кровли было отремонтировано. Жильцы еще обращаются. Материал у нас закуплен. Опять для точечного ремонта данной кровли. Но этим, скажем так, вопрос до конца не закрыт. Как пояснили в организации, для устранения проблемы необходимо капитально отремонтировать крышу. А для этого требуется провести общее собрание жильцов. Выходит, что перед жильцами многоквартирного дома стоит задача провести общедомовое собрание, во время которого собрать большинство голосов за проведение капитального ремонта кровли. Продолжение следует...